приветики я в костях у аленки а у аленки растут лимончики на балконе и я вам покажу образовал балкончик на балконе можно растить лимончики вот тоже аленушка а вот у нее трус в руках и и дружок саймон саймон камеру смотри ничего он еще посмотрит не раз такая у нас еще зверушка и сейчас мы посмотрим аленку балкончик а вот просто на обычном балкончике в квартире можно вырастить вот столько столько лимончиков все окно она у нас сколько 6 метров до 6 метровая она просто заставлена горшочками цветными вот так вот сейчас я конечно попытаюсь пройти потому что я тут как этот слон в посудной лавке я привыкла к своим габаритам и обычно что-нибудь зацепляюсь вот даже находится место и для отменем и для всяких суккулентов и кактусики он там молча еще какой-то из-за миокулькаса с листочком да простит цветет все можно вместить на балкончике кучу зеленушечки но в этом году плату у нас не очень много по одной простой причине был был стресс для растений их вывезли на дачу потом их срочно пришлось забрать как сложились обстоятельства так что плоды есть но в этом году их не очень много но все равно то есть вот так вот все окно уставлено такими вот цветными горшочками на всю длину на 6 метров так что не говорите что балкон это приговор какой-то ничего подобного в углу стоит лаврушечка на стульчика стоит вон даже антуриум на окошке напротив балкона вечная зеленушечка и фикус и шафлера и дра цена вот и лампа для подсветки еще вот такой столик с этим как он называется спать фил где аленушка пьет чай ты тут сама только сидишь другие члены семьи на балкончике тут не помещается а какая ширина получается всего то тут вот мало места так вот только ходить поливать все это дело всю эту зелень уже вот такой классный балкончик вот с краешку тут еще стоит фикус кроме цитруса помещается еще и всякой зелень вот хамедорея разные фикусы и вот фикус все постараемся в туалет мало места нам для развернуться с другой стороны растут орхидеи вот это тоже фикус солюровидный так вот орхидеи в закрытой системе чудненькие такие мало чай огромный и вот так садик не отнесла внизу вот сансибири и гортензия так что всем хорошо да все помещаются все помещаются не в тесноте да не в обиде и вот такой классный балкончик мы конечно не без подарков я аленушка привезла тут еще три укореняшки адениума я укоренила а дальше сами а дальше растите до самостоятельно так что вот такой балкон сейчас я задаю аленки вопросы чтобы он было понятно как она за ними ухаживает а так вот смотрите горшок горшки с цитрусами сверху стоят блюдечко с мелкими горшочками в которых укореняются суккуленты и вот целый уголок для них подокончик чистой окошки чистые но алены тут есть такой даже блюдечко чистые есть у меня такой пунтик по чистоте все тащится в ванной все перекупывается перемывается вот так вот на боку сразу приду предупредил что аленка алена не плющит по размножению цитрусов она не укореняет всякую мелочь она не прививает интересует только большие экземпляры чтобы они вот росли и радовали у нее нет времени играться со всеми с прививочками там с корняшечками да но вполне вот так вот можно образцово выращивать и получать плоды чем-то удобряешь удобряю я по листу получается плантофол мастер агра получается тоже и железо немного добавляют допустим если нам после зимы вот как бы комбинируем обрабатываем после шкидны к октарой все покупаем в магазине спрашиваем допустим совета у то не смотрю ролики и и постоянные ну как бы самопроизвольным ничем не занимаемся да здесь у корзинка для орхидеи для орхидеи удобрения это новый новый секатор поливаю я получается в теплый период времени по подсыханию но стараюсь что полив был допустим своевременный потому что ком быстро пересыхает в горшочке два раза в месяц стараюсь обязательно выкупать в душе обязательно допустим хорошо пролить чтобы прям хорошо протекла вода и заодно конечно смываются где какая паутинка где какая пыль с листиков чтобы лист был постоянно чистый в промежутках получается опрыскиваю просто обычной отстойной водой вот если не требуется допустим там нигде нет шкидночка какого-то там паучка то это просто водичка если вдруг кого-то заметила то конечно получают сразу всех в этом году так получилось за что у нас так стресс произошел поэтому растения быстро уехали быстро вернулись в дом а так летом стараемся по возможности вывозить на дачу очень хорошо разрастается крона даже приходится некоторых немного сдерживать потому что у нас есть определенные габариты вот а так получается очень радует релакс огромный люблю очень и заниматься и ухаживать единственное что конечно не прививаю потому что не хватает времени на все вот но так стараюсь содержать в чистоте в порядке с недавнего времени еще есть любовь это антуриум адениумы и суккуленты по суккулентам да но как-то так не сговариваясь а потом еще то не побывала в гостях накрыла здорово кстати он самого первого года как у меня он каждый раз цветет очень обильно и несколько раз цветет и обязательно два-три плодика он вынашивает хотя такой малыш или логике считаешь нет ну вот и отлично а так вообще по суккулентам очень многих как-то в этом году накрыла не знаю то ли будет высоко снатоли пусть еще карантин все это кучи скулента это вот у нас да кумкват в том году дал очень крупные плоды плодов было 11 очень обильно дважды он свел вот ну 11 огромных плодов мы получили а стресс у нас какой произошел аленушка вниз вывезла их на дачу весной да 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 мы вывезли 1 мая да потом там случилось семейная неприятность их пришлось вернуть обратно то есть у них произошел такой двойной стресс сначала они получили обильную дозу солнца понятно что после такого балкончика растения подгорают на солнышке иногда а потом они были быстро вернуты обратно и через три недели вернулись получается опять произошел стресс потому что попали как бы только там начали адаптироваться опять вернулись в дом ну ничего они уже справляются все равно появляется прирост вот крепнут наливаются плоды вот здесь у нас есть мой любимчик он маленький но он все равно на солнышке растет ну значит балкон это юго-запад солнце у нас появляется где-то после двух и до вечера до захода то есть солнце получается в принципе здесь немного как бы но есть досветка особенно досветка выручает в зимний период времени очень хорошо и окно и получается напротив освещает со стороны квартиры а так как таня нам все время помогает подсказывает у нас подоконник застилается пенофол с фольгу с вольгированным покрытием и такое же получается покрытие я стилю на пол чтобы когда зимой попадает солнышко получается свет отбивает это же дополнительное утепление и досветка запас воды у нас хранится все время на подоконнике в квартире получается внизу вот у нас возле батареи в зимний период времени прогревается водичка вот мы емкости для опрыскивания определенная емкость для опрыскивания от шкидника и определенная емкость просто для опрыскивания допустим с удобрюшками либо допустим просто водой чистой две лейки внизу у нас уже есть емкость поливаем получается я поливаю по мере того как подсыхает ком в зимний период сокращаю полив вот наблюдаю индивидуально за каждым растением а в летний полив конечно в летний период хочется полить конечно чтобы ком был все время увлажнен тоже смотрим по индивидуальному скажем так подсыханию вот на таком просто маленьким квартирам балкончик помещаются и цитрусы и вот фикусы которые она должна была отнести на работу в детский сад уже не остались до уже на все с ними расстаться не может так что у входа там как бы здесь то получается больше всего тенечек от цитрусов и лампа сюда не достает здесь большие фикусы бенджамина хамедорея на подоконниках там подсветочка а это вот у входа такой фикус архитосинки санкции в одном горшочек даже очень красивая композиция получилась саймон шкоду не делает сыном шкода цветочком не делает мы еще скажу что у нас саймон таня перевернула всю нашу жизнь расскажу людям честно потому что если бы не то не у нас бы не случилось ни цитрусов не саймона так ворвалась сразу и сразу у нас все изменилось появился любимчик всеми обожаемы всеми любимый появились цитрус и любовь к цитрусам с удовольствием приезжают всегда так то не всегда очень получаю релакс огромные заражаю сразу всем и обязательно конечно смотрю ролики набираюсь опыта знаний всегда звоню спрашивают они никогда не отказывает всегда советую что-то рекомендует всегда делится либо удобрением новым либо допустим каким-то способом пересадки перевалки очень-очень большая помощь и отдушина жалко алены только нету фейсбуке она не может добавиться к нам в группу ничего не и вот смотрим ролики да вот так вот они отдыхают видите ли джунглях таких самодельных саморощенных получил рукотворные релаксируем от работы от будем смотрим ролики от вечную зеленушечка сзади лаврик кстати большой хороший разросся в этом году очень хорошо при росте ко мне от его не возила на дачу я каждый год в этом году он тоже поехал но все равно он он стресса но плюс потому что у нас появилось много приростов сразу прям вернулся и стресс пошел кому-то стресс листья падают около лаврушки да они отвечают переживает а кто-то получает в принципе даже удовольствие ну да чтобы вот такой балкончик квартире можно выращивать такую кучу цитрусов самое главное не бояться хотеть стремиться интересоваться спрашивать советов опытных цитрусоводов и у вас все получится даже на таком маленьком по кончику так что не бойтесь заводите смело растите купайте их часто вот я представляю тот день уходит что вот это все перекупать у меня уходит на это все чтобы перекупать приблизительно с тем чтобы вымыть и расставить 3 часа а то есть сколько горшков здесь 20 только цитрусов только цитрусов 20 вот эту же вечную зелень тоже купаешь обязательно каждый раз каждый раз купаю то есть цитрусов 20 вечную зелень честно скажу не считала то есть вполне возможно справиться за три часа сама без помощи без поддержки сама все это перекупать то есть это вот горшок литров на 7 у нас вот то есть это самый большой горшок апельсины самые большие горшки обязательно пролить обязательно вымыть поддон ну да обязательно думать листву хорошо чтобы там ни один паучок не да господь не остался все равно доставляет удовольствие желанием с огромным все ну то есть и получается что вот все цитрусы да они смотрят в окно на улицу смотрят и такие большие ты не вертишь большие не верчу но и в принципе не реальность курки потому что чтобы ориентир был четкий чтобы не навредить растения в принципе с такой кроной растения и не покрутишь потому что крона вся переплетается когда они стоят друг возле друга единственное конечно приходится немного сдерживать но еще у нас есть место поэтому даем возможность расти они нас радуют том году было конечно очень хорошее обильное цветение приросты потому что были они на дачу родители были огромные плоды у крупноплодных лимонов были 480 грамм 520 грамм были плоды и все как-то более-менее оздоровились хорошо но в этом году не получилось на следующий год я думаю будем стараться будем выздоравливать и все получится сама не хочешь переехать в домик когда муж предлагал я сопротивлялась а теперь когда хотелось бы уже пока нет времени возможности дети выросли до мы нянчимся с собачками с растюшечками работаем и где-то там тихоря мечтаем о внуках хотелось бы это только на проветривание окна все время у нас на проветривание остаются они на проветривание до глубокой осени пока уже не пойдет похолодание потом я достаю делаю опять генеральную уборку здесь всех перекупываю стилю на подоконник подложку получается и стиль на пол и достаю свой градусник ставлю на окошко и начинаю уже тогда контролировать температуру в принципе балконная дверь у нас круглогодично открыто цитрусом до этого тепла даже в зимний период хватает даже морозы когда были морозы достигали 20 минус 20 у нас на балконе всегда температура сохранялась плюс 4 плюс 5 плюс 7 если уж критично было тогда мы подтапливали подачи тут сохранялась плюс 4 плюс 7 в комнату холодно не было закрытой двери раваны уже за сколько лет в принципе мы около десяти лет мы адаптированы и в принципе нам комфортно наоборот потому что если закрыли бы дверь было бы очень душно жар и сухо было сухо а так все было нормально то есть на балкончике нет никакой дополнительные батареи ту батареи нет все очень просто он утеплен и стеклопакеты все больше никаких отопительных у нас приборов ничего это если редкий случай если минус 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 у нас особо минуса уже давно у нас достаточно теплые все у нас как бы все естественно все опрыскивается все досветки даже проветриваем этой зимой мы проветривали потому что было такое вот желание проветрить воздуха какого-то свежего зима достаточно теплая поэтому температура сохраняется эта зима практически все время плюс 15 плюс 13 было но не ниже то есть это зима вообще теплая была пока я фотографировала аленочка разговаривал по телефону я вот что обнаружил свято место пусто не бывает вот так в горшке укореняются суккуленты на площадь не гуляет так что можете смело ставить даже горшочки можно поставить вот так вот если грунта много то можно вот так вот поставить горшочек с суккулентом но единственное что вы его меньше поливаете но при этом он спокойно будет там стоять это у нас адрамискус да у меня даже еще адрамискуса нету ни одного и вот можно тем временем укоренить суккуленты ну да вот это вот крестовничек роли так что все можно размещать на балкончике и в шахматном порядке и шахматном и рядышком и друг возле друга и передний план и задний план все равно все растения очень радует все равно это говорится удовольствие все равно это все красиво я очень люблю спасибо то не что она привила скажем так любовь бешеный к цитрусам теперь конечно это наверное любовь навсегда больше всего радовался мой муж говорил вот наконец-то у нас появились полезные цветы добросовестно помогает вывозе растений на дачу скажем так на каникулы все завозится в принципе вся семья помогает но это количество вынести в газель да да все выносится все погружается потом все выгружается на даче родители все лето ухаживают поливают мама уже знает как удобрять какие числа у нас для удобрения секретные есть вот растение конечно очень хорошо солнышко воспринимают возвращаются домой очень разросшиеся все с зеленым прям изумрудным листом очень много плодов цветения сейчас только-только вот отходят вот только каламандинчик цветет я потом тебе приеду когда все будет созревать свести то есть то что там дальше что-то мы по последнее время не состыковываемся всех работы все заняты все проблемки вот ну ладно думаю наверстаем простите цитрус у себя дома на балкончик подоконниках где получается видите они радуют радуют свою зелень и в этом ничего страшного нет не только это там тепличники зимние сады и хорошо выращивают нет вот на балкончик тоже все можно вырасти так что задавать вопросы оставляйте комментарии растите цитрусы и помните мы в ответе за тех кого приручили даже за маленький какой-то там всего доброго не бойтесь покупайте ухаживайте пробуйте находите свои цветы все равно это все радует все равно это доставляет удовольствие и в нашей жизни круговерти все равно это огромный большой релиз все всем пока пока а 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 и а а а а Субтитры подогнал «Симон»!